Белорусско-индийское предприятие по выпуску лекарств может появиться в нашей стране. Детали фармацевтического тандема обсуждали сегодня на деловом форуме в Минске. Рынок этого миллиардного государства невероятно емкий, а потому бизнесменам копать нужно гораздо глубже. Взаимную выгоду подсчитал мой коллега, экономический обозреватель Юрий Таболин. Юрий, добрый вечер. Добрый вечер, Игорь. Главный интерес индийских компаний в сфере добычи полезных ископаемых и импорта белорусских калийных удобрений. Также бизнесмены рассматривают возможность создания в Индии совместного производства по выпуску тракторов. Базой может стать существующее крупное предприятие на полуострове. На сегодняшний день основа взаимоотношений двух стран это крупные проекты, которые принесли в общий товарооборот 450 миллионов долларов в прошлом году. Однако перспективы стороны видят в малом и среднем бизнесе, например, в развитии туризма и ресторанного бизнеса. Индийские компании присматриваются не только к рынку, естественно, Беларуси, но они понимают, что перед ними открывается очень большой рынок стран таможенного союза, евроазиатской известной структуры. В импорте карьерной и сельскохозяйственной техники заинтересованы египетские бизнесмены. Представители крупнейшего региона Арабской Республики договариваются о поставках на Синайский полуостров. На континенте также хорошо знакомы с калийными удобрениями и заинтересованы в использовании белорусского опыта в данной сфере. Сегодня стороны подписали в Минске меморандум о сотрудничестве в торгово-экономической сфере, который станет фундаментом для дальнейшего развития товарооборота. В Южном Синае сейчас предполагаются крупные разработки полезных ископаемых. И на этих объектах мы рассчитываем, что будут работать белорусские белазы. Белорусским потребителям привили рачительное отношение к электроэнергии. По данным профильного министерства, более 80% жителей укладывается в так называемые субсидируемые лимиты. Сегодня это 150 кВт-часов в месяц. В общей сложности государство поставило электрическое и тепловое энергии на без малого 7 миллиардов рублей. При этом частные потребители рассчитываются за энергоносители практически без задержек. Мобильный банкинг для руководителей. Новый сервис для юрлиц и индивидуальных предпринимателей появился на финансовом рынке. Управлять движением денежных средств по счетам топ-менеджеры и собственники бизнеса смогут с помощью специального приложения. Чтобы одобрить проведение платежа, директору достаточно подтвердить его одной кнопкой на экране смартфона. А в случае отклонения можно добавить комментарий для бухгалтера. По мнению финансистов, новая услуга существенно сократит время на согласование и ускорит проведение расчетов. Белорусы стали активнее использовать банковские счета. Число граждан, имеющих текущий расчетный, за три года выросло в полтора раза. При этом львиная доля клиентов использует его для получения зарплаты, пенсии, стипендии и иных выплат. За аналогичный период в три раза выросло число белорусов, которые используют банковский счет для оплаты услуг, в том числе коммунальных либо связей. В то же время более половины населения регулярно снимает деньги со счета, предпочитая иметь запас наличных. Например, на случай сбоя работы терминала. Белорусский рубль сегодня укрепился к доллару и евро. Американская валюта подешевела на несколько пунктов. На среду ее курс составит 1 рубль 94 копейки. Евро потерял менее половины копейки. Завтра по Нацбанку 2,06. Российская валюта продолжает укрепляться. За 100 российских можно купить 3 рубля и 5 копеек белорусских. Таковы основные деловые новости. И вторника мы держим руку на пульте экономики. Игорь. Спасибо. Это был Юрий Таболин с экономическим обзором дня. Новый игрок на Брестском рынке нефтепродуктов. Сегодня в областном центре открыли автозаправочную станцию «Газпромнефть». Здесь автомобилистам предложат только качественное топливо. Позаботились и о том, чтобы сам процесс заправки был более удобным. Мой коллега Петр Бутрим испытал новации. От бесплатных мытья стекол и подкачки шин до премиального топлива 5-го экологического класса и G-Drive, а также режима постоплаты. И всё это в одном месте. Услуги автозаправочной станции «Газпромнефть» теперь доступны и для брестских автомобилистов. Замечательная заправка. Мы всегда заправляемся в Бресте и в Минске только на этой заправке. Отличное обслуживание, прекрасный бонус и замечательно, что они есть всегда. Тоже хорошо, если сначала заправиться, а потом оплатить. Тоже плюс. Удобная и практичная система заправился, а потом заплатил, уже успешно зарекомендовала себя среди клиентов. И это как раз тот случай, когда от перемены мест слагаемых результат меняется. Причём только в лучшую сторону. Изучали этот вариант. И всё-таки изучили и поняли, что когда постоплаты не было, то люди стояли долго. И пока человек заправился, пошёл оплатить. Здесь же быстро он подъезжает, пистолетчик ему говорит, сколько вам нужно в бак. Он не только проговорит, сколько вам в бак, он же проговорит все стандарты. У нас есть такая скидка, у нас акция. «Газпромнефть» — новый игрок на рынке нефтепродуктов областного центра. Вся же сеть теперь насчитывает более 40 АЗС во всех уголках Беларуси. Облагорожен, приведён в порядок уголок нашего города, который был не в очень презентабельном состоянии. Событие, потому что мы получили нового оператора, соответственно, получили конкуренцию и борьбу за качество. И качество услуг в том числе. Не только основное — заполнить бак, но и обеспечить полный комфорт автомобилиста. Настолько, насколько это возможно. Взять с собой кофе в дорогу, френч-дог, гриль-дог, гамбургер. У нас шикарный выбор выпечки. Это можно мы предложить взять с собой. Также у нас есть кафе-зона, где клиент может отдохнуть. А ещё множество других бонусов и дополнительных удобств для владельцев специальных топливных карт «Газпромнефть». Пётр Бутрим, Станислав Пекарский, телекомпания СТВ, Брест. Новые форматы, долгожданные награды раз в два года в Беларуси называют лауреата в главной театральной премии. Кто станет её обладателем, решается в эти дни в Минске. Жюри спорит и оценивает работу десятков коллективов. Всего определено 19 номинаций для лучших театров, которые работают на разных подмостках и в разных жанрах. Кому готова аплодировать публика и критика, выясняла Алёна Сырова. Более двух десятков театральных постановок, сотни разновозрастных зрителей и десяток строгих членов жюри. Лучшие спектакли со всех театральных сцен Беларуси в течение целой конкурсной недели будут доступны столичному зрителю. Некоторые из них публика увидит впервые. Слава Богу, наш зритель после 20-летия охлаждения к театру сейчас, кстати, наблюдается тенденция его большего посещения, общения с ним. Наш аналог российской золотой маски, бронзового аиста с крыльями и занавесами, вручают раз в два года. К слову, триумфатор театрального форума. Сезона 2014 Гродненский областной театр «Кукол» в попытке удержать звание лучшего театра для детей и юношества представил маленьким зрителям белорусскоязычную постановку «Великий змей». Это интеллектуальная, смешная, экзистенциальная драма для детей, которые, может быть, чуть-чуть не уверены в себе. Так вот, это как раз возможность дать им почувствовать, что они единственные, неповторимые и уникальные каждой в своем роде. Уважливо гляди, ребята, не спешите. И думай, а вот так с тобой, дядечка. Медленнее, ребята, а то мы уже стоим. Этим вечером на сцене драматического театра имени Горького на суд жюри и зрителей представляют уже полюбившийся спектакль «Песняр». Если мы действительно убедим наших членов комиссии, что мы достойны того, чтобы получить такую высокую награду, я буду очень-очень рада и гордиться этим. Шепчутся яба с каленою. Исполнитель главной роли Сергей Жбанков с особым трепетом относится к образу самого известного «Песняра Беларуси». Для того, чтобы убедительно сыграть роль Владимира Мулявина, актеру пришлось упорно поработать над своими вокальными данными. Мы очень много времени уделяли вокалу. Естественно, до ансамбля «Песняры» нам очень далеко, потому что их исполнение, именно исполнение тех «Песняров» – это для меня и, я думаю, для всех нас ребят, которые участвуют в спектакле. Это что-то такое непостижимое. Торжественная церемония закрытия и вручения наград пройдет в воскресенье. А это значит, что у каждого из нас еще есть время окунуться в мир театрального искусства. В финале выпуска сегодня видео с Урала. Челябинские хоккеисты, как выяснилось, не настолько суровы. Галки перместной команды вполне грациозно станцевал на льду знаменитый вальс Иоганна Штраусом. Субтитры подогнал «Симон» Повышенная раздражительность? Лучше успокоиться. Седовид – успокоительное средство. Содержит мяту, зверобой, боярышник, валерьяну и хмель, а также витамины В6 и ПП. Седовид помогает сохранить спокойствие днем и восстановить сон ночью. Когда утро начинается с чашки крепкого ароматного кофе, днем энергии. Хватит на все. С 1 октября по 30 ноября.